Вот это вот они. Да, да, да. Они ждут дороги со мной. Правильный подход к школе в прямом смысле. Губернатор изучает лично. Все тропинки и пешеходные переходы для каждого школьника должны быть удобными и безопасными. Михаил Развожаев не всем доволен, но к первому сентября работы у школы Экотехплюс должны закончить. Традиционно с большим удовольствием прихожу на Апостовский педсовет, как мы его называем. Наше совещание перед началом очередного учебного года. Губернатор традиционно открывает августовскую педагогическую конференцию в Севастополе. Михаил Развожаев подчеркивает, что этот учебный год будет очень насыщенным и полным нововведений не только для учителей, но и для родителей. Заработают цифровые платформы, которые будут выполнять роль классных журналов и дневников, а также дадут возможность проведения видеоуроков. Появятся школьные советники по воспитанию, это пилотный для России проект, и Севастополь вошел в число регионов, где появятся такие педагоги. Еще одна важная цель – это старт программы по капитальному ремонту всех школ. Хочется уже в 2022 году как минимум 10 зданий отремонтировать. Для этого надо в этом году сделать проектно-сметную документацию. Для этого точно надо написать, что должна представлять из себя этот ремонт. Потому что ремонт, как я уже неоднократно говорил, это не просто поменять линолеум и переклеить обои. Это в том числе, прежде всего, создать новую образовательную среду в школе. Поэтому сегодня об этом говорил учителям. Понимаю, что они очень переживают, потому что зайти в ремонт – это всегда большая проблема. Как распределить учебный процесс, куда перераспределить детей, как дальше действовать. Но при этом это, конечно же, и такая большая задача по развитию нашего образования. Предстоит работа с родительскими комитетами. Также Михаил Развожаев поручил урегулировать вопрос с горячим питанием в школах. Чтобы дети получали равнозначное питание, вне зависимости от того, завтрак это или обед. На августовской педагогической конференции губернатор наградил лучших учителей и воспитателей. Всего 66 работников образования. Пальноколь, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя.